Агентство ТАСС Вероника Романенкова. Во время нынешнего форума появились очередные сообщения о ракетном запуске КНДР. Как Вы относитесь к таким сообщениям и как оцениваете угрозы от таких запусков? Первое, что я хочу сказать, хочу подтвердить, что мы категорически против расширения клуба ядерных держав. И в том числе за счёт корейского полуростера, за счёт Северной Кореи. Наша позиция хорошо известна и нашим партнёрам в мире, и Северной Корее в частности. Мы против и считаем это контрпродуктивным, вредным и опасным. С другой стороны, мы понимаем, что то, что мы наблюдали в последнее время в мире, а именно грубое нарушение международного права и вторжение на территорию иностранных государств, смена режимов и так далее подталкивает подобную гонку вооружения. Надо в этой связи действовать комплексно, укреплять систему международных гарантий с помощью международного права, с помощью Устава ООН. Но в любом случае ни ядерные, ни ракетные испытания мы считаем неприемлемыми. Нужно возвращаться к диалогу с Корейской Народной Демократической Республикой, прекратить её запугивать и найти способы мирного решения этих проблем. Возможно это или нет? Я считаю, что возможно. Тем более, что положительный опыт такого диалога с Северной Кореей был. Если помните, был момент, когда Северная Корея заявила о прекращении своей программы, но, к сожалению, не хватило, видимо, терпения у всех участников переговоров. Но, думаю, к этому нужно вернуться. Что касается конкретно этого пуска, сразу же после пуска министр обороны Российской Федерации доложил мне о том, что происходило. Потом это всё было в средствах массовой информации. Комментировать здесь нечего. Непосредственно для нас этот пуск угрозы не представлял. Но это, конечно, провоцирует развитие конфликта, и ничего в этом хорошего нет. Агентство ТАСС Вероника Романенкова. Во время нынешнего форума появились очередные сообщения о ракетном запуске КНДР. Как Вы относитесь к таким сообщениям, и как оцениваете угрозы от таких запусков? Первое, что я хочу сказать, хочу подтвердить, что мы категорически против расширения клуба. С другой стороны, мы понимаем, что то, что мы наблюдали в последнее время в мире, а именно грубое нарушение международного права и вторжение на территорию иностранных государств, смена режимов и так далее, подталкивает подобную гонку вооружения. Надо в этой связи действовать комплексно, укреплять систему международных гарантий с помощью международного права, с помощью Устава ООН. Но в любом случае ни ядерные, ни ракетные испытания мы считаем неприемлемыми. Нужно возвращаться к диалогу с КНДР, прекратить её запугивать и найти способы мирного решения этих проблем. Возможно это или нет? Я считаю, что возможно, тем более, что положить ядерных держав, в том числе за счёт корейского полуростера, за счёт Северной Кореи. Наша позиция хорошо известна и нашим партнёрам в мире, и Северной Корее в частности. Мы против и считаем это контрпродуктивным, вредным и опасным.